всем привет друзья сегодня как вы видите уже буду делать формы для 3d панелей есть у меня две 3d панели вот такая вот такое название ну это классическая как бы уже 3d панель которая уже не первый год пользуются спросом на рынке вот такая волна есть чуть побольше волна еще это вот такая панель тоже во всех разных ее называют по разному на разных сайтах в разных видео в разных магазинах они называются по разному сейчас вам покажу поближе друзья буду делать полиуретановые формы для этих панелей вот смотрите вот такая панель большой волной и вот такая вот закрученная волна тоже название им пока не дал лишь говорю называют их везде по-разному эти панели кто сделал тот и назвал как бы человек попросил меня сделать вот такие панели именно полиуретановые вот две панели ну я все-таки заставил его отлить его эти панели с пластификатором чтобы они были жесткие хорошие одна панель по толщине где-то ну максимальную нее толщина полтора сантиметра минимальная сантиметр где-то ну пол сантиметра рельеф и 2 чуть потолще 2 где-то 19 где-то двушка вот так вот и до полтора вот но все по ходу ребята сейчас я ее отмечаю контуры у меня вот кусочек ламинированной фанеры отмечаю контуры клею на силиконовый герметик делаю речки все как всегда посмотрим что получится именно у меня с этой панели я ее уже обработал немножко шлифанул именно придал гладкий вид ей если вы видите что она немножко с глянцем даже на камера не передаст передаст до камера ну немножко вот мне видно ее немножко на с глянцем получается вот обработаю я эту панель вазелином чтобы придать уже точно гладкий как бы глянцевый вид потом ее ну все по ходу ребята смотрим кому интересно смотрим так нанес я силикон по краям середочку везде все прошелся сейчас буду приклеивать панель мне получится еще ни разу не делал формы на 3d панели но сберю попросили ребята думаю начну изготавливать воздух из под ней прям выходит я можешь слышно как шипит не хочу утолщать и поэтому максимально придавливаю хочется сделать минимальной по толщине такую какую мне дал именно человек так вроде бы вроде бы здесь в этом щели щели чуть-чуть получились мало нанес в этом месте а так везде по всем сторонам по всем сторонам силикон по выдавливался только вот кусочек получается вот чуть-чуть не ну там то она заполненная но все равно надо будет обработать так сейчас силикон подсохнет через часик через полтора его обрежу канцелярским ножом и буду делать дальше друзья ну форму я герметик обрезал силикон обрезал сейчас просверлил речки сейчас прикрут прикручу речки и будем дальше делать сейчас покажу вот с этой стороны от видите пластилинчиком где щели были снаружи ну там она и нож немного не вошло там чуть-чуть совсем вошло потому что силикон то проходил полностью по всему контуру он просто здесь он не вылазил за пределы матрицы за пределы панели поэтому так сейчас по прикручиваю досточки и буду обрабатывать прикрутил я речки вот обработал углы пластилинчиком все под сами речки я ничего не закладываю не силикон и пластилин потому что они ровненько подошли всех поверхностей и вытекать она ничего не будет потому что я буду заливать 50 55 села геровом он густой он не вытекает из под щелей я уже это объяснял в одном из своих видео так мазать буду вазелином обычным вот такой обычный в аптеках продается по 16 по 17 рублей такого в баночку один тюбик выдавил сейчас его феном подогрею немножко для удобства что он сильно густой был и обычной кисточкой буду сейчас промазывать всю форму занятия долгая весь процесс показывать не буду но суть вы влаги друзья обработала вазелином если видите после того как вазелин обрабатываешь кисточкой остаются следы вот такие вот почему вазелином решил потому что я хочу глянцевую поверхность и вот сейчас его феном расплавлю и он будет и поверхность секундочку вот сейчас феном расплавлю его горячим этот вазелин и поверхность станет глянцевой потому что он расплечется уже нормально по форме вот если вам видно вот я сейчас начну его если следы все от кисточки уходят ему видно ну я думаю видно в камеру поверхность получается глянцевая так друзья ну форму подготовил полиуретан развел буду начинать заливочку так же как и с камушком делаю все постепенно чтоб выдавливала воздух медленно но уверенно чтобы он растекался то же время и сам и выдавливал воздух и все это ст Il его он и он он и он и он и . единственное что на этой форме я сделал побольше борта чуть потолще борта и сама сам низ все правильно посчитал тоже будет потолще чтобы форма была хорошо устойчивая хорошо держала геометрию чтобы не пользоваться никакими потом деревянными коробочками и заливки панели ушло у меня общей массой получается 5 килограмм плюретана даже пять с половиной так ну в принципе все сейчас убираю пузыри феном в принципе и все формочка залита фортура если наша была там полтора сантиметра получается самая максимальная у нас где-то пять миллиметров от края ну на сантиметр где-то дно формы получилось толщиной будет устойчивая хорошая и я думаю геометрию будет держать хорошо и по 11 миллиметров я сделал борта у нее так но завтра разберем и посмотрим что у нас получилось так что она теперь 24 часа застынет и мы разберем так прошло у нас 24 часа будем делать расформовочку сейчас по быстренькому раскручу попробую через одну сторону расформовать хорошо прилип чуть-чуть поможем . Хорошо, прилип. Так, ну, друзья, начал раскручивать, одна планочка на стучке лопнул. но если видите она к ней не прилип совсем полюска так еще это тоже отошла эти две пока не буду отсюда вот ходит хорошо вроде бы легко отошла есть готова принципе все отлично все отлично чуть-чуть подрезать заусенцы сейчас покажу поближе вот такая форма у меня получилось друзья из полиуретана под 3d панели это первое сейчас еще одну буду делать толщина и вы видите по бортам отличная форма вообще ни одного пузырика все идеально все идеально и четко вообще ну прикопаться не к чему отличная форма получилось так что друзья всем кому нравится мое творчество подписывайтесь на канал ставьте лайки кому интересно по формам что-то по заказу форм или какие-то личные вопросы пишите мне на почту почта вот в описании под видео также оставлю под видео ссылочку на сайте беру полиуретан все друзья всем пока удачи что-то